Карельский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы предпрезиденте Российской Федерации. Это здание находится на улице Чапаева в Петрозаводске. За последние 2-3 года студенты Академии завоевали столько кубков, что не заметить это невозможно. А участие их в российских и международных проектах и всегда студентам из Карелии сопутствует удача. Почему? Эта встреча с директором Академии Романом Рудоковичем Пельменко, кандидатом исторических наук, выпускником Петрозаводского университета, состоялась летом 2018 года, как раз после очередной победы студентов. Академия, конечно, уделяет колоссальное внимание проведению общеакадемических событий. Это уже сегодня неотъемлемая часть образовательных программ, по которым занимаются в Российской Академии при президенте России. И каждый студент по своему желанию и, конечно, при участии кураторов-преподавателей, может достойно подготовиться, проявить и показать себя, развить свои управленческие компетенции в рамках проведения вот таких вот кубков и чемпионатов. Наши представления о процессе обучения в ВУЗе достаточно стандартные. Лекции, сессии, экзамены, практика. А каковы особенности обучения в президентской академии в наши дни? Ведь без управленцев невозможно представить дальнейшее развитие страны. Чемпионаты построены по интересному принципу. То есть вы получаете в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатываете стратегию развития компаний, и затем принимаете целую цепочку управленческих решений, чтобы эту стратегию реализовать. Это и решения в финансах, в кадрах, в маркетинге, в логистике. И причем все это делается в конкуренции между командами. То есть вы наглядно проявляете те управленческие компетенции, развиваете их, теоретическую основу, по которой вы получаете в ходе освоения образовательной программы. Для нас, конечно, это очень важно. Знакомимся с аудиторией, которая собралась в этом зале. Это студенты, которые занимаются научным отделением. Это программа бакалаврская. Она по всем стандартам идет 4 года. То есть они изучают программу. Потом у них идут на последнем году обучения профильные дисциплины. Кто-то изучает более глубоко государственную и муниципальную службу. Кто-то более глубоко государственные и муниципальные финансы. И часть из них проявляет себя в таких мероприятиях, событиях, как мы говорим сейчас, которые развивают их управленческие компетенции. В основе этих чемпионатов компьютерный симулятор, который аккредитован Европейским фондом развития менеджмента. Это специальная компьютерная программа, которая моделирует компанию, которую управляют студенты в процессе работы в кубках и чемпионатах. Затем, когда проходят полуфиналы, их могут оценивать и эксперты. У нас в этом году, когда проводился Кубок Управляй, здесь были представители в качестве экспертов. И администрации главы республики, и законодательного собрания, администрации Петрозаводска, Союза промышленников-работодателей, корпорации развития Карелии, торгово-промышленные палаты, Леруа Мерлен, Сбербанк, МТС и другие коллеги, которые с удовольствием оценивали студентов. Но если программа компьютерная оценивает все, что связано с управлением компанией, то эксперты оценивают навыки командной работы. Они оценивают, кто в большей степени проявляет себя лидером в команде. То есть вот такие несколько иные стороны деятельности студента в данном проекте. Потом надо сказать, что эти проекты все-таки приучают студентов к командной работе. Мы им говорим о том, что сегодня команда «все». В одиночку что-то решить очень сложно. И вот этот командный дух, он как раз и очень хорошо воспитывается и внедряется через такого рода чемпионаты. Конечно, без наставника не обойтись. Здесь наставник Кирилл Евгеньевич Никученков. Он выпускник этой академии, преподает доцент. На самом деле это очень долгая, кропотливая работа. В России достаточно много веток. Во-первых, ветка «Бизнес-баттл». В ней участвуют только команды студенческие, команды профессиональные, сформированные из филиалов «Ранхикс». Второе направление – это «Глобал менеджмент челлендж Раша» – открытый национальный этап. В нем могут участвовать все желающие. Ну и там, в принципе, все топ-команды российские собраны. Также ежегодно проходит несколько региональных этапов, где-то 10, ну в районе 10 кубков региональных. Например, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск и другие города. Соответственно, в этом году появился также кубок «Управляй», как бы четвертое направление. Наверное, в этом году оно самое массовое получилось. Там более 16 тысяч участников со всей страны было. В итоге в финале участвовало 150 человек из 16 тысяч со всей страны. Из этих 150 человек 9 представителей нашего филиала. И вот двое, как вы уже видели, попали в десятку победителей, получили сертификаты на обучение в магистратуре по 500 тысяч. И путевку на мировой финал в этом году в Дубае проходил. Эти кубки и сертификаты на полмиллиона рублей – реальное подтверждение успехов студентов президентской академии в Петрозаводске. Антон, который кубок ваш? Вот, управляй. Можно его взять в руки? Вам. Прямо вот так подержать, чтобы Женя снял. В Москве в этом году проходил финал Кубка «Управляй». Я стал одним из победителей, занял шестое место. Скажите, пожалуйста, почему госслужба? У вас родословные все чиновники? Или почему сюда пошли? Недалеко от дома. А что закончили вообще? Какую школу? Здесь же недалеко. 48-ю среднюю школу. 48-ю среднюю? Да. А была мысль в школе, что именно в госслужбу? Ну, выбирал просто какие предметы сдавать в школе. Выбрал общество знания и географию. С географии мало, куда можно поступить. Поэтому сдавал общество знания. И из гуманитарных направлений был вариант либо в Петрыгу поступать, либо сюда в академию. В Петрыгу даже не подавал документы, вот решил в академию, на госслужбу. У меня на тот момент знакомый учился в этой академии, порекомендовал мне сюда поступать. Вот я и поступил. До того, как победить в этом чемпионате, я даже не думал о магистратуре. То есть думал, куда пойти работать после того, как бакалавра получу. Сейчас же думаю, какое направление выбрать. Определенно поступать буду в Москву, чтобы получить самое лучшее образование. Тоже стоит сертификат, дает возможность поступить в любой вуз России. Ну, это кубок с национального финала Global Management Challenge. Прошел я финал через субчемпионат Кубок Управляй. Вот с моим коллегом мы вошли в десятку, это число победителей. И как победители нас отправили уже непосредственно играть в финале в Москве на очном этапе. И там в конкурентной борьбе моя команда тоже выиграла. Какое место выиграли? В национальном финале первое. Первое. Да, мы заняли первое место и нам довелось представлять Россию на международном финале в Дубае. Подготовка была, конечно, серьезная. Но я в этом движении уже не первый год, я три года играю. В принципе, для такого чемпионата это небольшой срок, небольшое время. Но за эти годы я уже набрался достаточно опыта. Мы и в первый год выигрывали. Для меня это уже не первый мировой чемпионат. В 2016 году я выигрывал студенческую лигу бизнес-баттла и ездил в Макао. Там был наблюдателем. И вот через пару лет набрался уже опыта практического, знаний, умений. И сумел выиграть уже в профессиональной лиге и представлять Россию. Кстати, в сентябре и Михаил, и Антон уже начали обучение в магистратуре московского кампуса президентской академии. Ну, у нас же не только специальность государственного и муниципального управления. У нас также направление экономика есть отдельно чистый и направление юриспруденция. Поэтому у студентов есть выбор. Кто-то хочет на госслужбы, кто-то хочет в юридической специальности себя проявить. Кто-то хочет в экономической. Ну, причем эти сами по себе специальности делятся на направления финансы, кредит, бухгалтерский учет и так далее. То есть есть выбор. И студенты разные есть. Кто-то приходит с желанием получить знания, проявить себя в дальнейшем. Кто-то приходит получить диплом. Все, как обычно, наверное, как во всех вузах. Вот выпускники президентской академии уже практически определились со своим будущим. А каков настрой тех, у кого еще немало сессий впереди? Поэтому я считаю, что женщина тоже имеет место в такой государственной структуре, в структуре управления. И мне кажется, что женщина может в эту структуру принести что-то свое. У молодых людей, мне кажется, более основательные, более фундаментальные знания и в экономике, и в управлении. Вот как показывает практика, как показывает статистика нашей группы, например. Но девушки более коммуникабельные, более общительные. Мне кажется, что они тоже приносят особую нотку в команду и тоже имеют право бороться за первые места. А не местные я, я с Алтайского края. Я считаю эту сферу более перспективной на будущее. То есть в ней можно развиваться и есть возможности в будущем развить те компетенции, которые будут нужны для управленцев. А вы сюда пришли, потому что случайно узнали? Или как вот вы сюда пришли? Именно в академию? Да. Нет, у меня стоял выбор между Ростовской академией госслужбы и Петрозаводской. Мне понравился город, я решил поступать сюда. Я тоже первый раз участвовала, причем в финале бизнес-баттла. Было очень интересно, это новый опыт, работа в команде. В моей команде были только молодые люди, я была там одна. Но было очень интересно, это новый опыт. Все-таки команде нужно было показать тоже себя, нужно было думать, это самое важное. И было все-таки интересно еще то, что можно было управлять хоть и нереальной фирмой, но виртуальной. Но это тоже достаточно интересный опыт, так как мы первый курс, мы только присматривались к этому всему. Думаем со следующих годов, что уже будем прям серьезно этим заниматься. Какая школа? Я тоже не из города Петрозаводска, я из города Лахденпохе. Я закончила там школу и сюда решила поступить, потому что мне понравился профиль государственного муниципального управления. Ну, поэтому я и выбрала. На самом деле еще не знаю, поисели на какие-то государственные органы дальше работать. Постоянно метаюсь между какой-то именно предпринимательской деятельностью или же идти конкретно по управленческой ветре, как государственный служащий. Академия работает в Карелии с 1995 года. С 2011 года мы напрямую работаем с Московским кампусом Академии в составе Академии при президенте России. Значит, поэтому у нас в Академии выпускники и очные формы обучения, и заочные формы обучения. И свыше 8 тысяч слушателей, которые обучались по программам дополнительного профессионального образования, это переподготовка и повышение квалификации. То есть достаточно большое количество. У нас ведь помимо дополнительного образования реализуются президентские программы подготовки управленческих кадров. Мы сегодня фактически обучаем руководителей учреждений образования, здравоохранения, культуры двух регионов. Это Республика Карелия и Мурманская область. У нас увеличивается количество бюджетных мест, которые предоставляются нам головным кампусом Академии. И вот очень много таких образовательных возможностей, поэтому я думаю, что мы будем двигаться в сторону их расширения. О магистратуре я уже сказал, что мы будем стараться открывать магистрскую подготовку тоже. Президентскую Академию этим летом посетил глава Карелии Артур Парфенчиков. Нам нужны молодые районные руководители. Это правда. Ну, конечно, вот эти поездки, это общение, наверное, самое главное. Вы же не только играете, вы общаетесь, вы как-то перекидываетесь информацией, какой-то эмоциями, опытом. Поэтому, ну, просто даже коммуникации остаются. Мне кажется, они, может быть, в перспективе очень полезные, но контакты остаются. Ну что, так что мы ждем. Мы ждем. Я говорю, что сейчас достаточно модные слоганы, да, Россия – страна возможностей. Мы тут с ними обсуждали уже. Давайте сделаем рангекс действительно территории успеха. Но успеха не в том плане, что вы приходите учиться, и вы уже успешные. Вас учат, как быть успешными. Но самое главное, чтобы они понимали, как самому постараться, чтобы достичь успеха. То есть стартовые позиции, которые дает Академия, я считаю, что они очень хорошие. И в плане выстраивания образовательной траектории дальнейшей. По крайней мере, я так доволен очень студентами. Они хорошие у нас студенты. Да, это видно. Да, интересные. Такие очень интересные ребята. Я думаю, что у них будет хорошее будущее. Мы им будем по возможности помогать.